С 21 сентября в России началась частичная мобилизация. Под неё попадают те, кто проходил службу в вооружённых силах и имеет боевой опыт, а также подходящую военно-учётную специальность. Первые призванные из Изобильницкого округа были отправлены сегодня. Они поступят в формируемые подразделения на боевое слаживание и приступят к занятиям. Танкисты, артиллеристы, стрелки и водители вскоре смогут восстановить полученные знания и принять участие в спецоперации. Ну, если не мы, то кто? Деды воевали. Мы должны не посрамить их, как минимум. И родина зовёт. Не зря же мы ходили в армию, служили, подготавливались. Далеко не у всех призывников в руках повестки. Некоторые пришли в военкомат не по долгу службы, а по зову сердца – защищать родину. Я пришёл в военкомат как человек, который знает, что когда родине надо помогать, надо не сидеть дома и ждать повестки, а приходить в военкомат и идти родину защищать. Я в общем села Подлужного. Когда объявили мобилизацию, я не стал дождаться повестки. Вместе с атаманом нашего села поехали в военкомат. Сказали, когда отправка? Нам сказали, 25-го. Готовы ехать? Всегда готовы. Я считаю, что это каждый мужчина должен выполнить свой долг перед родиной. И защитить, чтобы не дошли до наших стариков, детей сюда и разобраться там. Это наш долг. Мужчин, также казаков. Задача будет выполнена и победа будет за нами. Сотни родственников, жён и матерей провожают наших героев аплодисментами. Горячь! Горячь! Некоторые не сдерживают эмоций из-за разлуки со своим близким человеком. Низкий вам поклон, ребята, за ваш мужской стержень, за ваш мужской выбор. Хотел бы сказать огромное спасибо матерям, бабушкам, дедушкам, всем, кто воспитывал вот этих наших героев. Это гордость нашей России здесь сегодня встает в строю. Дорогие бойцы, мы здесь не просто будем молиться, мы каждого из вас поименно хотим, чтобы здесь вы были на сцене через небольшое время. Я уверен, что такие орлы победят. Я уверен, что сегодня именно эти люди нужны нашей армии. Те, кто прошёл, имеют боевой опыт. Те, кто действительно пришёл по зову сердца. У нас двое детей. И мой муж принял решение идти на фронт добровольцем. Я поддержала его. Потому что только в единстве наша сила. Идите с Богом, дорогие наши. Мы остаёмся, мы будем молиться за вас. Возвращайтесь с победой. Возвращайтесь целыми и невредимыми. Мы ждём вас. Служу Отечеству, казачеству и вере православной. В ходе мобилизации в России в общей сложности будет призвано 300 тысяч резервистов, что составляет чуть больше 1% от их общего числа. По вопросам частичной мобилизации можно обратиться на горячую линию 122. Всю информацию также можно узнать не только в колл-центре, но и на официальном ресурсе правительства «Объясняем.рф».